ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Добрый вечер. Здравствуйте. Как ваши дела? Нормально. Только эхо у вас. Раз, два, три. О, а сейчас нету. Интересно. Нормально. Я из Калифорнии. Есть Москвы. Понял. Слушайте, вы, это, парад у вас там репетируют? Уже нет? Естественно, как всегда, каждый год. Прикольно. Вы ходили, смотрели, да, на репетицию? Слушайте, ну, каждый год одно и то же, поэтому особо не хожу. Надоело, да, уже? Ну, да. Ну, да. А зачем его проводят? Ну, что надоело. Если учесть, что я работаю в центре Москвы, я, в принципе, как пролетают самолеты, все это я и так вижу из окна. Нет, самолет это ладно. Это на котором Путин будет удирать на Урал, я видел, да. Вот это самолет судного дня. А почему на Урал? Ну, у него там основной бункер, говорят, у него на Урале где-то. А знаете, почему Урал? Потому что бункер, его в горе сделали, в горе глубоко. То есть, сверху вот эта часть горы, она защищает. То есть, там нужно, чтобы пробить, надо или вот эту мать всех бомб, 10-тонная есть такая, которая не ядерная, или ядерным оружием надо, то есть, специальное, чтобы пробить этот бункер. Ну, уже знают американцы. Где он, что он, знают, что примите, если что. Так что ему это особо не поможет, честно говоря. Слушайте, а вот вы не пойдете, вот, как это у вас называется? Бессмертный полк? О, да, бессмертный полк. Ну, к сожалению, мои бабушки и дедушки не воевали. Так вам дадут там плакат, вы что? Нет. Там всем желающим дают плакаты. Вы знаете, там... Там идут со своими родственниками. Вы же... Нет, неправда. Там ради прикола люди рисовали из, там, зондеркоманды, эсэсовцев. Ну, ради прикола этим... Я ради прикола на такие мероприятия не хожу. Вот. Нет. Люди ради прикола давали другим. А че... Ну, это долбоебы, простите меня. Те, кто с этими фашистами ходил, да, это правда. Ну, я, кстати, не причисляю себя к этим людям, поэтому, извините, нет. То есть вы не являетесь упоротым таким победобесом, да? Я... Ну, да. Я, в принципе, очень хорошо отнош... Не то, что очень хорошо, я, в принципе, чтю память войны этой 41-45. И, нет, я не пойду с кем-то, с чем-то, непонятно с чем. Ну, да, да, позориться. Я согласен с вами. Согласен с вами. Я считаю, что туда нужно идти, действительно, со своими родственниками. Действительно, со своим, там, дедушкой, бабушкой, прабабушкой, которые воевали. Да, да. Не, сейчас просто в этом году говорят, что вот вместо тех плакатов, которые... А вы как вообще относитесь к войне вот этой вот великой отечественной? Ну, как я отношусь? Как и весь мир, то, что весь мир поборол фашизм... Вы почитаете Гитлера? Нет, конечно. Гитлер, это было наибольшее... А вы сейчас так высказываетесь, такое ощущение, что вот он у вас, ваш практически кумир. Нет, нет, наоборот, наоборот. Если у вас такое отношение, вот, ну... Нет, наоборот, 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 я абсолютный противник и фашизма, и нацизма, гитлеризма, если хотите. Ну, вот есть, придумали такую интересную очень, этот, когда чтят память советских, советских, не российских, советских. Да, вы знаете, где это придумали? Украинские, российские, польские солдаты. Вы знаете, где это придумали? Знаю, в России. Ну, а где, когда? Даже не в Москве, я вам больше не знаю. А где, знаете, где? Знаю. Где, в каком городе? Где-то на перифаре, то ли в Саратове, то ли где-то, вот, если честно, я не помню. Нет, нет, это придумали... 100% значит, что не в Украине. Да, это придумали или в Томске, или в Омске, журналисты. Да, 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 вот в таком каком-то. Вот, и... Ребята. Ну, после, да, но после этого, это первые пару лет, на самом деле, ну, акция... 10 лет, вот я вам скажу, в этом году 10 лет. Да, акция хорошая, слов нет, пару лет, пока власть ваша не взяла это и не сделала из этого победобесие. То есть, пока она не извратила это всё, и не превратила... А как она это извратила, проще? Георгиевскую ленточку в фашистскую ленточку, понимаете? В какую фашистскую? Подождите, у нас идут все георгиевские ленточки. Да, на Украине фашистские ленточки, я понимаю, что такое. В Украине вообще... Да, в Украине... Пасть... Почему, как вы думаете? Ну, потому что они долбоебы. А, все вокруг, самые ваши близкие, белорусы. А почему Георгиевская ленточка признана? Казахстанцы. А почему Георгиевская ленточка признана? Самые ваши близкие друзья и братья, они, оказывается, все долбоебы, как вы сказали. Нет, вы мне расскажите, пожалуйста, исторически, почему Георгиевская ленточка признана фашистской атрибутикой? Не исторически. В том-то и дело, что исторически, то есть изначально. А потому что какой-то дебил это придумал, и что? И сейчас все должны под это подстраиваться? Нет, какой-то дебил сделал из нее фашистскую ленточку, понимаете? Какой? И именно поэтому все не подстраиваются, а все, наоборот, открещиваются от этой ленточки. Хорошо. Какой идиот это сделал, а все открестились? Есть фамилия идиота, который этот всем руководил, все это делал, это Путин. А, ну понятно. Слушайте, вы знаете, у меня есть... Путин тогда свастику не придумывал. Куда? Куда ты убежал? Не придумывал он свастику. Конечно, свастику он не придумывал. Он придумал другой фашистский символ. Он сделал из георгиевской ленточки свастику. Это то, что придумал Путин. Ну, не лично он, да, он не настолько креативен. Под его мудрым руководством придумали его пропагандисты, там, или заблюда и так далее. Придумали, да. Сделали из георгиевской ленточки, к сожалению, фашистский знак, Которую весь мир сейчас отвергает и запрещает. И правильно делает. Привет. Привет. Ты из какого города? Брянск. Брянск. Слушай, Брянск, я слышал, там какие-то то ли взрывы, то ли что, да, были последнее время. Что там случилось? Ой, прямо вы новостями смотрите. Я в Калифорнии живу, я понятия не имею, что происходит. Нефтевазы взорвали. Кто? Кто, украинцы кто. Чем взорвали, как взорвали? Беспилотниками. А, серьезно? А сколько там километров от Украины? Не так уж и много. Ну, и что, не страшно вам там жить, когда рядом что-то взрывается? Нет, не страшно. То есть вы не боитесь погибнуть, что ли? Как понять, не страшно? Что, нужно куда-то бежать? Нет, нет. Бежать и не страшно, это ж не синонимы, правда? Человеку может быть страшно? Не было никакой. Не было, да. Ну, да. Ну, в принципе, правильно. Зачем паниковать? Ну, а... То есть, ну, вы не боитесь, что может как-то попасть где-то рядом с вами там, или... Нет, не боюсь. Почему? Вы этого не допускаете, или вам все равно на свою жизнь? Нам бежать некуда, вы это понимаете или нет? Как, ну, Россия... Россия огромная, за Урал как куда? Ну, я должна сейчас бросать дом свой, бежать куда-то за Урал. Так, а украинцы пять с половиной миллионов, почему они убежали из своих домов от ваших бомбежек? Я останусь дома, в своем доме. То есть, вы готовы погибнуть, да? Если это суждено, это не избежать. Да, слушайте, вот я просто... Ну, вы не первая россиянка, с которой я говорю, как-то россияне не ценят свою жизнь вообще. Почему, как вы думаете? Почему мы должны куда-то бежать? А, я думал, вы скажете, почему мы должны ценить свою жизнь. Ну, как почему? Чтобы вас не убило? Ну, для этого же. Пока такой опасности нет. Ну, как нет, если нефтебаза взорвалась, да? И что? Ну, то есть, вы думаете, что в следующий раз не может где-то совсем близко взорваться что-то? И что взорвется, и что? Ну, осколки могут... Когда взорвется, тогда я подумаю, собрать чемодан или нет. А, то есть, вы ждете более таких четких сигналов опасности, да? А от одной нефтебазы я должна бросить свой дом и бежать? Нет, я же не сказал, что вы должны. Меня интересует ваше мнение, что происходит и как вы реагируете просто. А как вы реагируете на это все? О, я крайне отрицательно реагирую на это. Крайне. Крайне. Вы осуждаете, что ваша страна напала на Украину? А вы осуждаете, что ваша страна... Конечно, я очень сильно осуждаю, что Россия напала на Украину, а вы? Я говорю, а вы осуждаете, что ваша страна за два часа, если бы меня опередили, напала на нас? Какая моя страна? Я же в Калифорнии живу, я же вам сказал. У вас Украина высветилась? Нет, это я через VPN поставил. Не обращайте внимания. Это я через VPN поставил. Куда? Убежала она. Вот, оказывается, в чем дело, Михалыч. Вот оно что. Через два часа, если бы они не напали, Украина бы напала на них. Понимаете? А сейчас, через два с половиной месяца войны, Украина взрывает у них нефтебазы, но на них почему-то не нападает. Что ж такое, а? Может, все-таки Украина не собиралась через два часа напасть? Может, их обманули все-таки? Надо подумать над этим. Хороший вопрос. Что-то вот я больше склоняюсь к тому, что их просто обманули. Но как им это доказать? Это уже другой вопрос. Это сложный вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok